Ура! Это новый влог 2020 года. Миша ушел делать чай. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на наш влоговый канал, Лепота Фэмили. Надеюсь, вы еще с нами, вы еще не отписались. В общем, как-то год очень быстро начался, все как прошло незаметно. Новый год, в общем, мы не успели сориентироваться, мы хотели что-то поснимать вам на новом году, но в итоге мы просто уфотографировались, поснимали такие свои домашние видео, выложили все это в наши инстаграмы, вот они на экране, зверомама и зверопапа. В общем, переходите туда, подписывайтесь, и там мы отвечаем вам в директ, отвечаем на ваши вопросы, общаемся с вами. А мы сегодня снимаем для вас новый влог. Уже, правда, не утро совсем, и мы подумали, что видео каждый день у нас будут выходить на канале Лепота ТВ, потому что видео с говорящими животными вам нравятся больше. А это наш влоговый канал, и здесь животные не разговаривают, я вам это напоминаю. Поэтому, если вам нравится видео с говорящими животными, переходите на наш основной канал Лепота ТВ и подписывайтесь на него. Не забывайте, там чуть-чуть осталось до миллиона. Мы тут с Марусей играем, у нее тут развивающий коврик, у нее стоит псыть, кстати, что у меня с руками случилось зимой. Просто какой-то кошмар, у меня все руки на морозе потрескались. И посмотрите, как у меня отросли ногти, я завтра иду на маникюр. У нас тут всякие новые появились развивашки для Маруси, это моя мама ей подарила. В общем, у нас еще очень много одежды новой для Маруси. Мы для вас это тоже снимали, но камера просто взяла и почему-то все удалила. Итак, ребята, как выглядит комната блогеров? Вот так вот она выглядит. Пол комнаты блогеров. Благодаря коробкам места в комнате вообще не осталось. Мы еще не досняли нашу серию видео, поэтому коробки никуда деть не можем. Сейчас мы идем мыть ванночку, которая притаилась вот здесь вот сверху. Забираем ее и идем мыть. Сегодня в шкафу у нас спит котик с ладунью. Ладунь, ты спишься, никак не проснешься, да? Сладкий, сладкий котик. Вот такой вот у нас ладунчик тут. Билли спит на пуфике. Ореша в домике. Кевин на домике. Так, теперь мы наполняем баночку тепленькой водичкой. Потом после наполнения баночки я обычно приезжаю вот здесь, вот у нас радио есть с алиэкспрессом. И под музычку мы моем Марусечку нашу. Вот такие у нас тут крики. Это не крики, это клич, я хочу есть. Песенка Мини. Маша сказала мама. Мама, дай. Дай, дай. Ребята, у нас сбили. В последнее время происходит очень неприятная ситуация. Мы его выгуливали обычно три раза в день. Утром, днем и вечером. И вот в последнее время, где-то до Нового года, он начал по ночам писать прямо около туалета. То есть он берет и писает прямо на нашу плитку. И потом дикая вонючка начинается. Мы не знаем, почему он так делает. Может быть, он на что-то обижен. Может быть, у него что-то заболело. Но есть предположение, что просто собачка маленькая и перестал уметь терпеть, что ли. Я не знаю. Вот. И получается так, что если гулять с ним три раза, скорее всего он написает ночью или под утро. Сейчас мы поменяли режим. Мы гуляем с ним четыре раза в день. Это, конечно, труднее, потому что у нас еще малышка как бы маленькая есть. И все равно, несмотря на четыре раза, он тоже иногда писает. В общем, не знаю, что делать, из-за чего это происходит. Когда-то на даче Кемин у нас какал мимо. А Билли теперь в Москве писает мимо. Кошмар вообще. Мы уже не знаем, как убирать за ним постоянно. Вот скажите, чего эта маленькая собачка хочет? Почему она писается? У вас такое бывает? Пишите в комментариях. У нас тут вот какая проблема произошла. Видите? Вырвала вверх кошачьего домика. А золь негодует. Зашла дом. Ты негодуешь? Как такое вообще могло произойти, да, Слабин? Ну ничего, мы тебе сделаем все. Завтра я починю вам все. Я здесь шурупами прикреплю ее. Пока что она вот здесь стоит. Кто у нас там? Кеми? Кеми? Вот какой мальчик хороший. Девушка. Ну как ты? Ты спал? Ай, спящий кот. Только курчит, котик у нас, да? Послушайте. Ладость. Ладость, а не кот. Ой-ой-ой-ой. Мяу. Слава, Дуня. И ты же любишь ляску, да? Ой, как ты прижался. Сейчас бы так и уснул, да? Ой, как выходит. И вот он эту сладость просто. Посмотрите. Оцените сладость Луна лайком. Виля, спиной поворачиваться неприлично. Слышишь? Так намного лучше. Ребята, уже 12 с чем-то ночи. Вот мама. Молодая. 0,23. Молодая мама. Кормит малышку на ночь. Саша. Точно. И защищает львица. Если я подойду, она меня сразу же цапнет. Да, она меня прям цапает. Так, вообще, у меня вся спина сейчас в крови. Ладно, это шутка. Ну что, все хорошо, а там и малышки? Да. Наконец-то застукли. Ребята, мы хотим сейчас попробовать выпускать влоги каждый день. А на влоговом тоже будем. На влоговом будем. Наши процессы тогда снимать, там и все такое стараться. И на лепоте постараемся. Ребята, только поддержите нас лайками, пожалуйста. Только ваша поддержка может помочь нам развиться и снимать каждый день. И радоваться, что вы нас смотрите. Пишите нам комментарии. Хорошие, да? Да. Лайки ставят. Да, лайки. Сейчас покажу, что я буду делать на ночь. А вот что меня ждет этой ночью. Плейстейшн и Звездные войны. Я просто жду, пока джойстики заряжаются. А то мне не хватит на всю ночь. Вот они два заряжаются. Так красиво все горит тут, моргает. Ребята, подскажите, пожалуйста, что за зима такая? Суббота 11 числа, 11 января. Погода за окном 2 градуса почти что. Что это вообще такое? Минимальный 1 градус за сегодня. Это разве зима? Подождите, сегодня полнолуние. С вами полнолуние сегодня. Да? Пам, 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 пам. А я знаешь, что делаю? Чего? Читаю отзывы про роды в Мать и Дитя. И как? Прикольно. Хорошая палата. Только дорого, наверное. Ну, как и везде. Интересно, нас смотрят в Мать и Дитя? Нет. Мать и Дитя.